Книга «Открытым оком», 10-й тонн, вопрос 2375-й. Сема «Грех». Клятва и обещание – в чём разница? Если ты обещаешь и не исполняешь, что это грех, отвечает Игнатий Тихонович Латкин. При произнесении клятвы призывается имя Божьего свидетели, как бы сам Бог предстоял и был поручителем верности. Господь совершенно отменил этот обычай, потому что христиане есть чадо света, и нет в них тьмы, лжи, и клятва оказалась излишней. Сбытие, 21-23. «И теперь поклянитесь мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего, и как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землёю, в которой ты хвастишь». И сказал Авраам, «Я клянусь». Кавычки закрыты. Обещать тоже не следует понапрасну, но говорит с оговоркой на неизвестность. Иакова, 4-15. «Везо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое». Второзаконие, 23-23. «Что вышло из уст твоих? Соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему, добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими». Экклесиаз, 5-4. «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить». Иона, 2-10. «А я глазом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасение». И обещание следует исполнять так же твердо, как исполняли правоверные иудеи свои клятвы. Число 33. «Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу твою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его». «Поцелуем Иуда Христа предает». «Ведите его осторожно, в ухмылке осклабился щедрец, щерится рот. Кто выхватит меч свой из ножен?» «Веревка, похоже, когда не нашлась, предатель живуч, шелестит сорняком». «Какая бы к трону ни вылезла власть, он с ней побратается, близко, знаком. Взрывают дома и детишек, детишкам хана, но сколько сочувствий зовут на курорты». «Масонский террор правит бал Сатана и славит открыто Содом и Гоморру. Библию людям не дали, отняли, ее авторитет даже ниже нуля. Красиво украсили, с ревом подняли. Целуйте, как будто ни клятв, ни книга, гуляж. Нас учит не где-то, а в храме Иуда тройному стандарту на поцелую. Целуйте иконы святых, но повсюду они не пример нам, а будто нам слуги. Любовью горят на словах депутаты, их складной речи эфир будоражат. И тут же оставят тебя без зарплаты, без детских пособий. И это не кража. Целует в засос, агит пункта насос, бесплатно здоровье и смерть обещает. Отец у них дьявол, открыл нам Христос. Нас так обнимали, что кости трещали. Поцелуи Иуды на свадьбах звучат, где горькой полынью разводят, разводы маячат. Старики безотчетно тетешат, внучат. До тридцатилетия баюкают, нянчат. Страху Господню не учат совсем. Чтить ей Вову и сами негодны. Вырастет то, что целуя посеем. День жатвы, обрязших ли зернышко в попнах. 12 сентября 2004 года. Игнатий Лапкин.